Стало известно, что на 9 мая в Уфе не будет праздничного салюта, а средства, предполагаемые на устройство этого салюта, будут направлены на нужды СВО. Ну, лучше бы, как говорится, экономили на дубайских тусовках, дорогого Ради Фаритовича, а то уж больно накладно нам выходят вот эти все его колбасные экспедиции. А денег, кстати говоря, на салют не так уж и много было нужно. Не будет и очного бессмертного полка. Уже третий год подряд власти обоснованно опасаются того, что популярное патриотическое мероприятие может стать наглядной иллюстрацией масштабов людских потерь на специальной военной операции. Если родственники погибших на СВО присоединятся к колоннам бессмертного полка, то получится не очень аппетитная картинка, что, кстати говоря, вполне логично. Уже третий год подряд бессмертный полк будет проходить виртуально и, по большей части, в сознании перепуганных чиновников. Ну, и в конце недели случилась совсем уж скандальная история в Уфе. Я говорю о странных работах и демонтаже абсолютно нормальных тропинок и дорожек в парке лесоводов. Начинают ломать идеально ровную тропинку реконструкции. Вон уже две трети сломали. Смотрите, идеально ровную площадку. Она такая же была. Я здесь езжу на велосипеде каждый день. Они ее демонтируют. Судя по всему, вот эти 300 с лишним миллионов рублей осваиваются примерно таким образом. Берется абсолютно нормальная дорога и инфраструктура, разрушается, и на ее месте будет построено что-то другое. Ну, тут, как говорится, включается методичка дорогого радио Фаритовича по благоустройству городов и сел республики. Берете нормальный объект, ломаете все к чертовой матери, дальше чего-нибудь там из говна и веток строите, пишете в накладных мрамор и лиственницу, и, как говорится, умножаете ценник на 5. Ну, потом банкет с коньяком, арарат и шашлыками, и все разъехались по кишлакам. Вот примерно так устроено наше благоустройство. Напомню, что полностью и единолично курируют все вот эти подряды по благоустройству, особенно крупные благоустройства, вот с такими вот девятизначными цифрами в сметах, лично, дорогой радио Фаритович. Тут, как говорится, приплетать никого не нужно. Он лично отбирает подрядчиков, назначает их, помогает им побеждать на конкурсах, или как там это называется. Вспомните вот эту вот странную историю с аркой в доме, вернее, в парке Аксакова, вот эту ненастоящую, на мой взгляд, фальшивую лиственницу в парке Кашкадан и так далее, и так далее. Это все были личные протеже дорогого радио Фаритовича. Ну и качество соответствующее. Здесь, конечно, в парке лесоводов история просто возмутительная, она всколыхнула всю Уфу и всю Башкирию.